Вы смотрите Вечерний Зефир на телеканале Вариант. И сегодня у нас в студии арт-директор школы бьюти-мастеров Магир Клаб Магир Джафаров. Здравствуйте, Магир. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Магир, вы сегодня нам расскажете о событии, которое произошло меньше чем неделю назад. Событие федерального значения, которое состоялось у нас в городе Владимире. Наконец-то у нас стали происходить такие интересные события. Это уникальная выставка индустрии красоты, которая называется Магир Экспо. Расскажите, как все начиналось, ну и как, как прошло. Самое важное в этой выставке было то, что мы донесли до всех, что мы хотим мира, фестиваля, развлечения, отдыха и много-много-много-много удовольствия. Удовольствие заключалось в наслаждении смотреть над мастер-классами великих и неповторимых чемпионов, барберов, визажистов, маникюр там делали, ну и так далее. Это была цель нашей, ну вообще цель нашей выставки, она была первая в мае, она была пробная. И вот эта выставка, она является, будем называть, открытием, мы сделали официальное открытие, где мы собрали всю индустрию красоты в одно место. И цель была донести до всех, что Владимир в нашем любимом городе может быть что-то такое грандиозное, при котором приезжают с Ростова, ой, извините, с Краснодара, ну и с Ростова тоже были гости. А вот приезжают с Брянска, чемпион мира, с Питера, много гостей было, даже с Самары приехали. То есть к нам люди приезжали со всей России, съезжались на это мероприятие, и все говорили, это необычайно. Потому что мы выстроили систему, при которой каждый экспонент донес до нашего, ну наших, ну кто приходили, гостей, да, донес всю свою информацию. Это было не одновременно, все включили там и начали работу показывать, мастер-классы, а это было такое пошаговое информационное донесение, что люди могли перетекать. И вот все изучило это, прям изучило это. И вот это вот было самое важное, которое мы хотели сделать, чтобы это было для нас. Как я иногда говорю, да, многим нашим друзьям, говорю, что выставка должна быть работать на каждого из нас. Что вот мы пришли, и нас все пытаются загрузить и дать информацию, и дать нам потрогать, пощупать, и чтобы мы вместе все это сделали. В конце, по итогу, мы выходя с выставки, помимо подарков, мы говорили, вот это да, вот это я запомнил, вот это я поняла, вот это, вот для этого. Там много было организаций. Как удалось собрать такое количество экспертов в одном месте, в таком, я понимаю, приглашать в Москву, да, организовать выставку. Все-таки для Владимира, я уверена, это было сложнее. Вот как удалось привлечь экспертов, чтобы действительно удивить? Ну, во-первых, оказалось, в нашем городе по всей России очень много людей, которые хотят делиться. И оказалось, что они хотят просто это делать от души. Цель была даже не деньги. У большинства людей это было просто, там, приехали, отработали, уехали, пожали руку и сказали, Магир, мы с тобой, мы работаем. И когда я понимаю, то, что это всего лишь я о себе называл, да, так как вот, например, у нас Александр Ось приехал, да, барбер с Краснодара. Я позвонил там летом, говорю, Саш, так и так, нам надо вот барбера, Владимир, такого, а вот. Он говорит, Магир, да, это какая эра такая, все буду. Я говорю, а стоимость, он такой, дорогу оплатите? Я понимаю то, что минимальная закладка, да, идет, люди готовы делиться, люди готовы отрабатывать день на позитиве. Да, и вот это было вот удивлением, и это большинство, там, и Шереметьев приезжал, мастер депиляции, и другие, всем, вот эти организации, они просто отозвались, и ехали, и выставлялись, и просто эксперты, вот, приезжали. И мы понимали то, что надо было всего лишь предложить, и они уже говорили да, потому что хочется поработать и помочь нам развивать Владимир. Для кого в первую очередь вы делали эту выставку? Я имею в виду, кто был посетителем, и кого вы ждали? Ну, изначально, как бы, знаете, как в нашей жизни, да, мы двигаемся и до конца понимаем свою концепцию, да, изначально у нас казалось целевое аудиторие. Кстати, да, различие майской и вот этой ноябрьской. Конечно, конечно, изначально мы ставили концепцию, да, это целевая аудитория индустрии красоты. Теперь же в конце, по итогу мы понимаем целевую аудиторию, мы как раз на нашей выставке были и дети со школ, были с лицеев, и мы поняли, что концепции ограничений в целевой аудитории нету, потому что многие пришли те, которые, ну, мечтают, там, например, экономисты, бухгалтеры, и девушки хотят что-то новое, потому что они уже много лет в одном и хотят поизменить. И вот в этой выставке они могут увидеть все, пройдя и поизучая, да, там, визажиста, там, бровиста, стрижки. Она такая, все, хочу вот в эту школу, пойду на брови учиться, буду бровистым, все, потому что душа у нее легла в это. И вот цель именно такая, чтобы каждый мог, позвольте, один раз в день за, у нас цена была очень дешевая, да, там, прийти и просто углубиться, утопиться в этом, и один день выйти, такая, все, хочу. У меня многие приехали с мужьями, а многие с детьми приехали, и просто поделиться, чтобы дети загорелись с желанием стать стилистами или, там, мастерами депиляции или так далее. В этом весь. Кто получил, какие эксперты получили наиболее такие живые отклики, кто был звездой на выставке? Не знаю, наверное, каждый из них был звездой. Сколько я наблюдал, ну, всю эту выставку, потому что, как организатор, я там, 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 везде ходил, все это изучал. Я понимал, что каждому было столько энергии дано от каждого участника, что просто это необычайно, потому что мы поставили небольшой фильтр, да, продаж билетов. У нас не было такого, что мы там продавали полгода, продавали всего лишь месяц билеты и агитировали, да, людей, которые целевые, прям хотят. И потому каждый, кто что-то не показывал, получал максимальный заряд от аудитории, и не было таких, которые сидели, зевали, а все пытались съесть каждую руку. То есть рука там поднимается, стрижет у тигрового Валерия, да, стрижет, а все смотрят, как он стрижет. Или там барбер, или там депиляция, или там был массажист наш местный, великий, гениальный наш, который делал массаж, и там у него очередь была, просто прикоснулся к его рукам и так далее. И не было такого, чтобы кто-то сидел там без дела, зевал, все работали, все делились информацией. Ну и цель такая, чтобы профессионалы делились и давали возможность нам коснуться, что это, а как это. Насколько вообще важно, допустим, работаю я, уже работаю, да, там парикмахером и так далее, насколько важно вот это обучение, обмен опытом, увидеть постановку, я не знаю, другой руки, просто даже почувствовать энергию, вот это насколько важно. Или если обучили там один раз, да, там три года отучился, и этого достаточно, как вы считаете? Правила, которые, ну, негласные, которые объявляют некоторые, что профессионал развивается, неважно в какой стихии, там, в стрижке, или визажист, или там, ну, в вашем, когда он обучает других. И вот это и является основой. Делитесь информацией, будете обучаться. И вот когда они увидели, там, многие подошли к стилисту и сказали, Магир, а можно в следующий раз я выставлюсь, буду показывать свое мастерство? Ну, конечно. То есть, многие увидели себя на этом месте, и они хотят тоже уже делиться, да, своим опытом, своими знаниями и показывать свои модели. Вот в этом весь интерес, чтобы наши профессионалы начали делиться, потому что при этом моменте он начнет расти еще больше, потому что у него пойдут победы, такие, которые называются «Раз в год фестиваль», да, там, где он, я бы показал свои 3-4 модели, при котором все-таки, а, там, ты молодец, и все-таки, и он идет такой гордый, я молодец, потому что все оценили, все фотографировались, все отрабатывались, все интересовались, как это сделал. И вот это является вот генератором, да, успеха. Какое задело на будущую выставку? Ну, у нас, я думаю, что умеренные, да, то есть, спокойные, без всяких, мы уже для себя поняли, что это помещение мы, вот, Точмарш, Мрамланы попробовали, и мы понимаем, что можем там вместить порядка, там, 400 человек. Для этого нужны экраны и так далее, определенные еще до допники, да, которые связаны с развитием, да, это мероприятие. А так мы целимся в следующую выставку один день, возможно, два дня, но для этого нужно понять будет, чем будем радовать наших гостей, чем будем радовать наших друзей, да, именно вот всем этим процессом. Я думаю, что у нас будет очень большой шаг, и в радиус, я думаю, что соседних городов мы точно их заберем себе на нашу выставку и порадуем их на нас в Владимире. Те, кто, допустим, на данный момент не является ни стилистом, ни визажистом, но это очень, это дело очень нравится. Вот реально обучиться, научиться этому быстро, и вот встречали ли вы таких людей на выставке, что они говорили? Ну, в принципе, вообще обучиться очень быстро, да, так как я сам обучался в школе Деметроса в Москве, и очень быстро я обучился, и максимально быстро залез в индустрию, и со всеми там топаньем, да, там, в течение 9 месяцев я уже работал, да, и очень интенсивно, и зарабатывал хорошо. То есть задача номер один — обучиться за месяц-два и стать мастером. Мастером стать нетрудно, вопрос желания. Как я для себя понял, что большинство людей, если есть желание, вот именно такое титаническое желание, и он фокусирует свою задачу, у него это будет получаться легко. А вот вы лично как определяете, что да, из этого человека получится мастер, его есть смысл обучать, он будет профессионалом, а здесь, ну вот, наверное, не нужно. Есть те, кому вообще, допустим, в своей школе отказываете? Ну, мы никому не отказываем, в принципе, да, потому что у нас есть и платное обучение, и бесплатное, как я рассказывал много раз, да, и в нашем случае, в нашей небольшой практике, да, у нас есть один случай, при котором девушка обучилась на мужского мастера, вот, и сейчас она переходит там на реснички, да, наращивание и так далее, потому что она по специфике, да, темперамента другая, то есть ей более такие нужны аккуратные, такие спокойные, то есть мы понимаем, то, что мы пробовали, ну, не идёт. Мы раз её перенаправляем в другое направление, потому что она должна в другом направлении развиваться, потому что чем индустрия красоты хороша, тем, что есть много выбора. То есть, когда у нас там приходит, ой, мне это не пошло, да, можешь другое выбрать, можешь вообще ставить прически делать, можешь прям наращивание заниматься. И вот мы ещё попробовали реснички, ей нравится, и вот будем её двигать в этом направлении. Можно ли сказать, что какие-то направления более популярны, я не знаю, там, укладки или, наоборот, барберы или наращивание? Ну, сейчас модно, барберы, да, это мужской мастер, это сейчас модно, это в тренде, это звучит, это громко, это круто, это так и является, потому что сейчас пошло новое направление, именно что мы учимся все стричь мужские стрижки, потому что определённо всё равно всегда было такое махание руки, а там стандартная стричка, а сейчас идёт много вариантов, да, как ты должен пользоваться инструментами, как достигать этого успеха. И вот сейчас тот момент, когда молодые люди, да, там, или девушки переформироваются, да, со специальности на барберы, потому что это, ну, это, 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 это интересно. Вот вы говорите о мастер-классах, а всегда ли специалисты готовы делиться, рассказывать все секретики? Те люди, которые попробовали, они делятся. Те люди, которые попробовали, что им, они получают большего заряда от этого, они делятся. Есть же такой определённой философии, ты рассказываешь и сам понимаешь. И те люди, которые попробовали, они прям рвутся делиться. Тот же Александр Ивося, да, барбер с Краснодара, он пришёл, делился настолько максимально, что можно было задавать любой вопрос, который, даже откуда он купил какой-то предмет, который не является, там, каким-то брендом, и он говорил, там, где он его купил, да, там. То есть шла настолько отдача максимальная, что все восторгаются именно тем, что легко, ему хотелось делиться. И он также впитывал то, что ему рассказывали, ему рассказывали, там, как там что-то кто-то пробует, там, что-то делает, он такой, интересно, буду использовать. То есть он спокойно также впитывает ту информацию, которую другие пользуются. И в этом вот именно плюс профессионалов, они гибкие и быстро эволюционируют, и меняются, и перестраиваются, вот эти стандарты меняют. Ну, в этом, я считаю, профессионализм заключённый. Вот можно, если вот так, да, попробовать по времени, вот одна такая выставка, Магир Экспо, и обучение, я не знаю, если сидеть, писать лекции, допустим, вот сколько нужно лекций, сколько нужно обучения, и сколько можно вместить вот за эту выставку, я имею в виду, знаний, умений получить? Я, честно говоря, даже в таком формате никогда не задумывался. Я думаю, что это огромное количество, потому что... Потому что, как я понимаю, это настолько саккумулированная энергия. Да, ну, понимаете, у нас тандем с женой, у меня жена, великолепная Виктория Джафарова, которая у меня как раз вот это всё аккумулирует в формате, да, шлифовки, потому что я веду переговоры, я там договариваюсь, я привожу, я... А Виктория пишет тексты, Виктория формирует именно подачу, то есть, как называется, как шеф-повар доготавливает блюдо и подаёт его, да, в изготовлении. Да, 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 да. Конечно, мы видим всю эту красоту, но есть у меня один там шеф, сзади повар, который меня дошлифовывает, да, и без неё, я думаю, что лекции этих не получилось бы никак. Вот, и сама концепция всего этого объёма информации, она неописуема, потому что я сам даже много чего не увидел, да, потому что там показывали одно, третье, там лекции, тренинги были, там Александр Щерба свой подход рассказывал, как можно преувеличить свои клиенты с помощью Москвы и так далее. Там было огромное количество информации, которую в двух словах не опишешь, надо это видеть, смотреть. Можете заходить на сайт Магир Экспо, и там много экспонентов, ну, экспертов, там выложены, тем самым вы увидите, какой резонанс и объём людей было. Там много врачей было, там много косметологической компании, такая компания, как Кристина Клап, наша местная, Владимирская, которая максимально пыталась показать процедуры. Процедуры и для парикмахеров, и для косметологов, чтобы люди могли это впитать. Потому что у нас много нюансов, да, которые мы вообще никогда не касаемся. Когда мы смотрим, там, ресничники, бровисты, маникюр, то есть всё это в одном месте. Мы даже друзей позвали кофейников, производство кофе у нас есть в Владимире, которые такое кофе готовили, людей радовали, и это давали с такой энергетикой, что все просто восхищались этими людьми, и они это давали от души. Это были все собственники, это все были организаторы, менеджеры, да, это все люди, которые инициаторы. Вот смотрите, с одной стороны, вроде такая простая идея, да, собрать такое количество экспертов на одном, в одном месте, и в то же время этого до вас никто не делал. Почему так происходит? Есть сложность в индустрии красоты, да, вот это предыдущее время, я так понимаю, я попал прямо в тот момент, когда люди уже поняли, что конкуренции не существует. До этого друг друга считывали конкурентом, сейчас все поняли, что нет конкуренции в индустрии, потому что она непаханная территория, и можно быть, еще добавить тысячи и тысячи парикмахеров, и всем хватит и работы, и денег, и всего, потому что реально на сегодняшний день, то время, когда надо развивать профессионализм, и больше и больше индустрии красоты. Людей, которые хорошо стричься хотят, их много, почти большинство. Многие дома красятся, многие дома, там, многие не стригутся, потому что однажды постриглись, им не понравилось, так и не стригутся. И у нас вот этих людей, которые, ну, боятся парикмахеров, и большое количество. И вот наша задача со всеми, да, и по другим направлениям, я думаю, то же самое, именно работать над тем, чтобы донести до людей, что мы есть профессионалы, мы существуем, приходите, работайте с нами, там, учитесь у нас, и эта индустрия, это великий уровень, потому что, когда я заговорил про индустрию красоты, я говорю, это единственная специализация вообще индустрии темы, где ты можешь сразу с одного момента презентовать свою работу и получить заслуги. То есть не месяц ждать премию от директора, да, а сразу ты постриг, и тебе такой поворачистый клиент говорит, мне нравится, я восторжен, да, вот твоя, там, зарплата, там, твоя, да, и твоя, там, премия, да, там, из твоего, ну, души. И ты понимаешь, что вот именно единственная специализация, которая позволяет тебе сразу получить вот этот эффект восторга от своей работы, и ты можешь представить следующее и дальше хочешь. То есть не нужно вот это уныло ждать месяц, когда там директор погодит тебе по голове, да, там, ты сразу получаешь эффект. Хватает ли у нас мастеров, хватает ли у нас профессионалов в городе, тех, кто вот, ну, сейчас работает, или, вот как вы говорите, надо еще, еще, еще? Я думаю, что это неограниченное количество, у нас, в любом случае, мы говорим про профессионалов, которые занимаются именно максимальной задачей, ну, именно развития и максимальной задачей работы с клиентом. И я думаю, что, как любой обыватель, как любой зритель наш, который сейчас есть в Владимире Владимирской области, мечтает и желает понять, кто из этих парикмахеров лучше, да, или, там, понять, кто из них интереснее, у кого подача лучше, кто намного интереснее стрижет и так далее. Нам нужно быть доступнее для нашего зрителя, для наших, не знаю, горожан города, да, там, потому что наши люди нас не знают. И им интересно, вот в какой парикмахерской хороший парикмахер. Но мы можем это только сделать ради, ну, на таких выставках показать и так далее. Вот это и есть мероприятие, которое будем планировать в будущем, да, где мы, думаю, объединимся со всеми парикмахерами и будем показывать свое мастерство. Вот, сейчас мы тоже размышляем над этим, чтобы объединиться. Кстати, вот потребитель, я имею в виду тот, кто приходит в кресло, они на сегодняшний день готовы к всем тем услугам, которые вы предоставляете? Более чем, более чем. Потому что много чего, то, что появляется новое, как вот я говорил на радио один раз про скрытый креатив, многие об этом даже не знают, что такое есть слово скрытый креатив. У многих есть в душе, как, знаете, этот, хочу немножко такое почудить что-нибудь, да, но позволить себе не может, потому что она там бухгалтер, там, но она может почудить, например, там, выбрить затылок, да, и все это прикрытые длинными волосами, а это используют там при муже или там дома, там, приподняла там рисунки и это еще. Можно скрытый креатив запускать элементы над виском и так далее. То есть есть определенные элементы, которые можно использовать. Когда мы это проговариваем, такие, ура, 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 я тоже буду что-то творить такое, чтобы видели. Можно скрытый креатив в виде пряди пускать скрытые в волосах. Многие приходят родители и хотят сделать что-то креативное ребенку, но он хочет, мечтал, у него 13 лет, но в школе это не спрещено. Можно делать пряди, да, тоже, опять же, внутренние. Когда вот это все проговариваешь, все-таки, а, круто, есть, есть, да, 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 можно. Ну, Магир, ведь, согласитесь, очень часто сам мастер боится это предложить или сделать. Для этого как раз вот эти выставки и требуются. Для того, чтобы мастера разрешили себе это делать, чтобы они увидели, что они могут это делать. Пошли обучились в те или иные школы и это сделали. То есть задача как раз этой выставки донести до всех, что это доступно, что это не является страшным. Это не является там, ну, там, она должна зрительно увидеть эту работу. Мастеру или тому человеку, который просто мечтает работать в этой сфере, есть ли какое-то возрастное ограничение, когда уже, наверное, не стоит вообще соваться в индустрию красоты? Как я понимаю, что ограничения в принципе нет. Одно отличие нас, ну, например, нулевых людей, которые не уникались в индустрию, одно отличие то, что ему надо начинать с нуля. Но это прекрасно, потому что он начнет именно с той школы, какую она выберет, и в любом направлении, и сделает это лучше, да, чем человек, который учился, например, давно-давно и тянулось по чуть-чуть, да, там. Потому что вы легко это примете, вы уже состоялись, вы уже взрослый человек, и вам уже есть определенные навыки, есть определенный психологический портрет общения, и вам только нужно будет поставить руки, и потому вам легче это будет сделать. Да, то есть я понимаю, что чем ты моложе, ну, ребенок, да, там, тем тебе сложнее принять, например, общение там с прокурором, судьей или так далее, ты будешь их бояться. А когда взрослый человек, он никого не боится, у него нет этих проблем. Его задача только научиться, и сразу пойти в бой, и творить, и давать, и так далее. Потому у взрослых людей есть больше шансов стать быстрее и успешнее. Ну, то есть эффект будет. И стать профессионалом. Для тех, кто не смог, не успел, не знал, не посетил Магир-экспо. Дату мы объявим скоро. В следующей выставке мы определимся где-то ближе к весне, как только мы узнаем даты определенных организаций, мероприятий в Москве и в Питере, чтобы не пересекались эти даты. И мы сразу назовем эту дату. Это будет по-любому осенью в следующем году. И будем рады всех видеть на нашей выставке Магир-экспо. Дорогие друзья, в следующей осени вторая будет выставка, в которой будет еще больше шоу, еще больше мероприятий. Ну, а пока, как я понимаю, на сайте можно посмотреть какие-то моменты? У нас, смотрите, у нас фотографии, фотоотчеты. Сейчас вот только начнут нам присылать, и мы все зальем сразу. Всю эту информацию, видео, и все-все увидят. Уже есть с той выставки там много фото, но с этой будет намного грандиознее и больше. Потому что, ну, это намного интереснее было, конечно. Магир, спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что развиваете в нашем городе, в нашей области действительно индустрию красоты. Спасибо вам за эту выставку Магир-экспо. Спасибо вам. Арт-директор школы бьюти-мастеров Магир-клаб Магир Джафаров сегодня у нас в гостях. И därэкспо. Или нет. Я просто фами-кулаб Хм puppet. Поэтому drownedpar обратно. Продолжение следует...